Ну как вам работа наших дизайнеров? Они разрабатывали этот дизайн упаковки для своих изделий специально для того, чтобы видимо, если вы вдруг это где-нибудь забудете, чтобы это не украли. Где вы оставили, там вы это и найдете. Ладно, хватит уже издеваться практически над самим собой, потому что если изделие сильно ругать, не удастся нам его продать. Нашел я вот такую коробку, он почему-то шел только к одному штыку. Не знаю почему политика поставщика или продавца вот склоняется к тому, чтобы продавать изделие в таком виде. Понять не могу. Как вы все догадались, изделие у нас с артикулом шанс 001 и представляет собой ММГ штык-нож для АК-74. Это ценовой средничок, он, скажем так, чуть дешевле, чем люксовое изделие, которое, помните, наверное, если смотрели наше видео, имеет накладку на ножнах резиновую и дороже, чем ныне самая распространенная модель, по всей видимости. Самая последняя 6х5 это из черного пластика. Это тоже штык-нож для АКС. Мы имеем с вами рукоятку и корпус ножен, выполненную из бекелита, что, несомненно, плюс. Бекелит это такой материал, уже ушедший, наверное, советской эпохи. О ней нам напоминают и рукоятки на АПМах, ну и здесь оно присутствует. Стрела в треугольнике, которую можно заметить с оперением, это у нас клеймо Ижмашевское. Встречаем мы его в двух местах, это на рукояти и на самих ножнах. Если начать описывать это изделие, я перечислю абсолютно все те же характеристики, которые присущи и настоящему изделию. Единственное, что здесь изменили, это убрали оригинальное лезвие и поставили точно такое же, но из металла помягче. Все, это все изменения. Это, пожалуй, и все, что можно рассказать, но, как видите, изделие это у нас с историей. Оно, видимо, служило вот эти вот насечки на ножнах, их оставляют солдатики после, ну, обычно каждого месяца службы. Даже несмотря на то, что это попадает под порчу государственного, да, военного имущества, ну и вообще запрещено, ну и вообще считается таким юношеским самодурством. Разумеется, все это делают, все это делали, но никто не сознается. Бывает, сделаешь такую насечку, замажешь пылью, чтобы она не казалась свежей, чтобы по башке не получить от прапорщика или старшины, которому будешь в конце наряда сдавать это изделие. Парочку баек, я помню, вы мне рассказали в комментариях под прошлым видео, по люксовому штыку, ну, надеюсь, и под этим что-нибудь у нас тоже интересного появится. Обязательно почитаем. Изделие, наверное, рекомендуется как подарочное практически любому человеку, который хоть как-то относится к армии. Возможно, будет интересный коллекционерам, особенно, кстати, зарубежным, ну и, наверное, тем ребятам, которые занимаются моделированием. Редактор субтитров А.Семкин